Здравствуйте. Хочу вам показать свой новый скрипт. Это скрипт для создания простого рига для игровых персонажей. Обратите внимание, в первую очередь, для игровых персонажей. В этом есть огромная разница между игровыми и мультяшными. Итак, начнем с установки. Устанавливается очень просто. Вы берете архивчик, который вы получите. Распаковываете в любом удобном месте, на любом диске, в любом месте. И перетаскиваете из папочки вот этот файл dragon.ru.install. Вот у вас появляются две иконки. Вот эта иконка, это основной скрипт. Вот эта иконка, ну, в дальнейшем объясню для чего она. Итак, я, пожалуй, начну показывать немножко из середины примера. Потому что первое, что нужно сформировать, это структуру, так сказать, деформации персонажа. То есть, по идее, вот этот этап, который я делаю на этапе скининга еще. Но я его сейчас пропущу и покажу немножко из середины. Итак, вот у меня есть моделька персонажа. Она заскинена на костях. Сделано как-то скелет там, все такое прочее. Обращаю внимание, что вот такая ситуация, что у вас будет моделька на костях, она встречается сплошь и рядом. То есть, вы, как правило, будете оперировать именно вот этим. Потому что вы можете общаться между разными программами исключительно модельками и костями. Вы не можете в программы складывать риги. Между движком и майкой вы тоже общаетесь исключительно моделькой и костями. Поэтому метод, как в разных риг-системах, когда риг создаются вместе с косточками и уже располагается в модельке, он неправильный с точки зрения именно разработки игр. Итак, давайте я поподробнее. Небольшое лирическое отступление. Дело в том, что этот сам по себе скрипт, он донюк не новый. Ему уже там довольно много времени. Но до недавнего времени я распространял его исключительно среди тех людей, которые писали мне на почту, что-то спрашивали, интересовались, как им сделать риг. Вот как-то в таком ключе. Потому что сейчас этих риг-систем столько, что появление еще одной какой-то, ну, мне оказалось, не будет иметь какого-то смысла. Потому что это слишком много вопросов возникло. Труднее на них отвечать. Вернее, скажем так, проще не отвечать, чем что-то там возиться с этим. Но потом подумал-подумал, и люди покупают, значит, это им интересно. Но в результате вот это вот видео сейчас вам я и делаю. Итак, вот у меня моделька. Все на костях, все прискинено, все прекрасно. Теперь нам нужно эту модельку сделать референсом. Почему через референс это все лучше делать? Дело в том, что когда у вас игровая модель через референс, вы исходный файл, с ним можете добавить костей, поменять модель, как-то поменять вообще модель на совсем другую, главное, чтобы скелет оставался тот тем же самым. и открывая потом следующие анимации, какие-то, которые вы уже сделали к тому моменту, у вас просто будет подгружаться новая модель. Все. Все будет хорошо. Так. Новый файл. Открываем референс-эдитер. Добавляем сюда тот файл, который мы создали. И давайте мы ему, чтобы вот namespace был, допустим, L. Все. Прекрасно. И сохраняем это. Вот, допустим, rig. Ну что ж, давайте rig. Первое, с чего мы всегда начинаем. Со спины и головы. Итак. Открываем вот тут вкладочка Basic Modules. Это базовый модуль. Spine rig menu. Он же отвечает за rig головы. Если что, то тут help. Ну, собственно, и так будет понятно. Выделяем таз, спина. Вот снизу спина и грудь. То есть, вот по очереди выделили. Включаем Root Mode. Это значит, что верхний объект будет рутом. То есть, мы за него будем двигать. Нажимаем Create. Вот создалась некая такая структура. Пока она создалась, мы берем, немножечко увеличиваем именно Shape. Не Scale, а Shape. Ну, чтобы вот торчало за пределы тела. И поворачиваем вот этот локатор. Этот локатор вдоль телесных осей. То есть, вот некая конструкция из костей. Вот где-то вот как-то так проходит позвоночник. Мы поворачиваем. Давайте. Вот текстуру отключим по лучшему виду. Вот мы повернули, видите, вдоль телесной оси тела. Можно было бы не поворачивать. Но дело в том, что так будет удобнее анимировать. А TAS, ну TAS можно немножечко, либо оставить так же, либо немножечко провернуть вот сюда. Теперь. Хорошо еще бы повернуть вот эти внутренние косточки. Провернуть так, чтобы они вот тоже шли вдоль вот этих костей. Вот чуть-чуть вот так. И для того, чтобы это было нулевым. Modify. Freeze transformation. Только Rotate и включаем Apply. Все. Видите, они занулились. Прекрасно. И теперь нажимаем кнопочку Apply вот на вот этой менюшке. Все. Рид присобачился. На спину. Смотрим. Крутится. Крутится. А вот эта вот циферка, это некий коэффициент, который управляет степенью распределения вращения между вот этими отделами двумя. Если вам показалось, что вот это вот неправильно, что-то как-то он слишком круглый, надо бы, чтобы посильнее реагировал на спину, то вы берете, вот выделяете стрелочку вверх. И вот тут Rient Constrain у него, например, таз. У него можно, допустим, белый единичка. А у этого, соответственно, чест будет придуть трубчик. Смотрим. Видите? Он уже в гораздо большей степени реагирует, начинает на грудь, нежели на таз. Все. Ой. Так, следующее. Голова. Выделяем грудь. Именно контрол груди. Шея. Голова. Шея. Есть несколько отделов. Выделяем их по очереди. Отключаем Rock Mode. Включаем Continuation Mode. Read. Так, ну здесь уже голову не надо. Она смотрит вдоль всей головы. Можем подкрутить немножко вот это. Modify Freeze Transformation по вращению. Все. Нажимаем Apply. Готово. Вот она слушается головы. Если кажется, что шея слишком реагирует, тоже выделяем стрелочку вверх и, например, на голову, ну допустим, на chest ставим два. Видишь, в меньшей степени начинает реагировать. Готово. Все. Спина, голова готова. Можем выделить эти контрольчики, перейти в Support и Change Shape to Circle. Так, давайте я отменю вот это сделаю чуть поменьше. Вот так, поменьше. Вот это все. Все. Она подменяет shape в зависимости от размеров вот этого shape-аллокатора. Ну, либо, если вам этого показалось все-таки недостаточно, выделили. Да, что такое ждет. Вот так вот. Выделили. И немножко можно их вот поменьше сделать. Ну, или там повернуть. Ну, либо просто ручками. Ну, тут ручками уже каждый индивидуальный, если вы захотите. Так, ладно, давайте сейчас чуть поменьше сделать. Нормально. Это для тех, кто любит на контрольчиков, чтобы это было. У меня только кружочки и сверки. Все. Слишком много контрольчиков, это плохо. Которые, знаете, любят кубики, всякие звездочки, часики, стрелочки, нолики и так далее. Это все плохо. Это только мешает работе. Так. Следующее. Спиной закончу. А, да, есть еще секунду. Вот такая кнопочка. Это создается такая же система, но с возможностью двигать. Но она в основном используется для мультяшных персонажей и более мультяшных. И для всяких таких полумягких животных, если можно так сказать. Полумягкие, это в смысле животных, у которых жесткая спина, но при этом животные четырехногие. Типа собаки, лошади, быки, коровы там и так далее. Для кошек, всяких маленьких крыс, для них немножко другой нужен рик. Ну, хорошо. Теперь, закрыли. Следующее. Теперь надо сделать руки и армен клавикул и ключицу. Ключицу выделяем. Косточка, допустим, правая. Вот это вот начало предплечья. И последним выделяем грудь. Это все левая будет создаваться. Видите, постфикс, креюк клавикул. То же самое выделяем. Правую. И этот ставим R. Креюк клавикул. Готово. Эти мы пока с ними ничего не делаем. В дальнейшем я покажу, до чего я найду. Руку. Так, давайте поменяем на R, потому что начинать мы тоже с левой руки. Выделили. Рука. Предплечье. Запястье. Вот тут галочки. Креет стрейчика. Это в том случае, если вам нормально для движка делать руку, которая немножко тянется и у которой мягкое разгибание. Уточните этот момент у своего технического... Ну, у человека, который занимается технической анимацией. Используете ли вы инверсную кинематику в играх? Если вы используете инверсную кинематику в играх, то это делать не надо. Вернее, там делать можно, она работать будет, но без настроек, собственно, стрейчинга. Так, давайте это оставляем. Так, ну эта галочка пока не нужна. Креет. Вот создалась некая система. И последним выделен вот такой локатор, который отвечает как раз за стрейч, за удлинение, за смягчение руки. Но пока его не трогаем. Делаем для правой руки. Пост икса. Креет. Готово. Выделяем теперь вот этот и вот этот локатор, который за стрейчек отвечает. И смотрите. Если мы сейчас ничего не будем трогать, это будет аналог обычной инверсной кинематики. Если мы сейчас начнем, то есть будем делать какие-то настроечки, то самое адекватное, даже для реалистичных персонажей, хоть у людей реалистичных, не удлиняются руки. Но на самом деле можно чуть-чуть. Лайн коэффициент 0, то есть удлинение руки на 10%. Full straight коэффициент. Это удлинение, если он будет равен 1, то рука максимально выпрямляться, именно выпрямляться, будет к максимальному удлинению. То есть, когда мы максимально удлинились, тогда рука будет полностью упрямляться. Соответственно, 0 она будет выпрямляться сразу же, как только превысит свою длину и дальше будет только тянуться. Но на самом деле адекватно это где-то 0,5 на полпути. Вот. И есть значение softness. Давайте это я просто покажу. Вот. Видите, вот она. Сначала где-то на полпути она уже выпрямилась и дальше уже на 5% она удлиняется. И третье значение это softness, собственно это смещение. Вот, чтобы не было вот этих вот при удлинении руки, когда она полностью упрямляет, чтобы не было вот этого щелчка. Когда она очень резко приходит в свое максимально распрямленное положение. Ну, допустим, 0,1-0,2 это самая адекватная величина. Готово. И после этого, да, после этого мы просто берем и убираем весь брить. Все. Смотрим. Вот он. Видите, удлиняется немножко. И он очень, вот в этом вот самом таком, перед распрямлением он очень мягонько приходит в это положение. Очень мягко, мягко стучит. То есть, если не стучит, то он как раз почти не стучит. Не щелкает. Это помогает просто работать с анимацией. Но опять же, убедитесь, спросите тех аниматоров, тех людей, кто там с этим занимается. Возможно ли то, чтобы... Дело в том, что вот это смягчение осуществляется за счет удлинения костей. То есть, изменения их длины. И если вы, например, используете инверсную кинематику, это может быть не очень хорошо. Уточните. Так, хорошо. Что теперь? Да. И теперь берем, вот у нас эта системка. Двойной плечевой локатор, который я очень рекомендую всем. Это, на самом деле, гораздо более удобная система, чем и кайфка. Эта система одновременно совмещает ряд достоинств формат кинематики и инверсной кинематики в одном флаконе, так сказать. Не нужно ничего переключать, никуда. Так, и выделяем вот эту вот кость, вот эту вот, которая на ключице образовалась. Шифтом выделяем этот локатор. И идем в support, point constraint. Point constraint. После этого выделяем эти два локатора и launch and translate. Все. Готово. Теперь еще, кстати, можно вот у этих косточек уменьшить до нуля радиус. Ну, давайте до нуля. Все. Прекрасно. И чтобы, смотрите, вот эта вся вот эта структура. Плечики поднимаются. Поднимаются. Тут все работает. А, да. Еще вот на локте, смотрите, появился вот такой вот контрольчик, который позволяет двигать дополнительно. Но, опять же, если это у вас реалистичная анимация, то им вообще не надо пользоваться. Потому что это очень заметно. На реалистичных анимациях такие вещи заметны. Так. Теперь. Да. И вот эти вот, смотрите, давайте выделим эти локаторы. Scale по X чуть уменьшим и поменяем на... Так, ножки. Так, ножки. Так, ножки. Так. 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 Так, прикрепим меню. Тоже help. Читаете. Наслаждайтесь. Выделяем бедро. Колено. Бедро голень и вот это как его. Бедро голень стопа. И вот это вот пальчики Тоя, которые вот. Если у вас ее там нет, ну бывает что делают без пальца, то просто создайте какой-то временный объект. Поставьте просто что-нибудь. Локатор какое-то на время. Они не должны быть прямо в иерархии. просто поставьте в это место лакартер и нажимаем так вот тут написано включена галочка recalc на систему recalculator вот это вот эта кнопочка, я объясню потом что это такое нажимаем create вот создались вот эти вот на стопах вот эти вот система подъема стопы берем и сдвигаем ее туда, где у нас они должны стоять пяточку, носочек на месте встал, удачно ну все вот эта штука будет отвечать собственно за подъем носочка, все нажимаем apply все тут создалась та же самая стрэч система опять же вы знаете как с ней работать, если ее не трогать это будет обычный аналог обычной инверсной кинематики теперь правая нога, так меняем префикс на R нажимаем create тоже сдвигаем вот так куда нужно apply готово теперь надо настроить этот же стрэчинг если вам он опять же нужен возвращаем внимание еще раз length 0.1 совершенно адекватно даже для юристичных персонажей даже прям для гипер юристичных персонажей удлинение ног на 10% ног и рук абсолютно нормально и этот параллельно помогает решает решать ряд технических проблем так full straight коэффициент 0.5 softness ну пусть будет 0.2 вот когда она полностью выпрямлена давайте 0.1 вот так готово а да и теперь их можно спрятать так все по сути ли готов теперь что еще да вот он ножки вот эти вот пяточки вот он крутится так что еще ну давайте вот эти вот по высоте нормальные scale по z сделаем вот так поменьше change the circle соответственно вот эти вот вот это 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 мы сделаем ему вот так поменьше change the circle и соответственно вот это тоже поменьше чуть поменьше и сделаем ну все простенько и симпатичненько следующее теперь что такое вот эта вот система рекалькулита пересчета в процессе анимирования особенно когда вы пользуетесь вот этими штуками вы можете сделать аж вот так выгонть ногу и вот ваш персонаж должен как-то дальше продолжать движение ноги ну как-то допустим в глубоком выпаде и так далее и анимируется вот это ну очень сложно становится потому что ну вы не можете просто взять и начать движение оно какое-то все будет кривое в процессе вам нужно прям вот прям вот отсюда начать и вы используете кнопку рекалькулит она пересчитывает общее положение всей вот этой системы таким образом как будто бы это было санимировано за контрольчик плюс к этому если вы анимация разумеется пересчитаете и если выделен вот такой тайм рейдж она пересчитается на всем выделенном тайм рейдже то есть на все анимации это очень удобная вещь для таких вещей вообще я за вот эти желтенькие за вот эти внутренние стопы ни на каком регионе не люблю анимировать они не живые получаются так хорошо ну и все посмотрите теперь так как мы это создавали модулями то они тут и лежат вот такие модулями нам надо это привести в некий божеский вид чтобы все было не кусками в разброс а да кстати и вот еще остались коленки да пардон коленки ну давайте поменять во-первых их на сферки опять же если вам не нравится этот цвет вы можете поменять цвет вот через вот такой колокольчик меню на красненькие на сиреневенькие там какую угодно вот коленки выделили коленки выделили таз и книг рейдж готово и теперь смотрите все вот эти вот все что в группах вот эта вот группа прямо непосредственно в мейл а здесь все содержимое групп закидываем в мейл вот из этих групп прям закидываем в мейл видите парень то мейл мы из них прям закидываем в мейл ну и соответственно весь мейл тоже мейл на которой голова с оставалась и вот эти штуки удаляем ой пустые группы мы удаляем вот эти штуки это руки это вот настройки на руки мы можем либо сгруппировать, если мы их не хотим ими пользоваться ну вот этими штучками если мы ими пользоваться не хотим, мы их можем просто сгруппировать в какую-нибудь группу а если все-таки хотим, давайте сделаем руки можем запихнуть внутрь груди, а ноги внутрь таза вот у нас в результате образовался вот такой все анимированные контрольчики, которые мы можем анимировать содержатся в этих сетах Вы берете Select Set Member, выделяете их все И создаете просто еще один set Называете All Onim И вот это все удаляете Все, вот все Теперь вы спросите, а что делать с пальцами и так далее С вот этими всеми В принципе, смотрите, с пальцами можно делать все, что угодно Можно делать, конечно, свои настройки какие-то Что-то тут придумывать и так далее Но на самом деле Все, что бы вы не придумали Это будет, по сути, повторение вот той самой формы от кинематики Которая уже есть на этих пальцах Поэтому какой смысл их делать отдельным каким-то ригом Который только будет усложнять и усложнять и усложнять В принципе, можно, но зачем? Поэтому с пальцами просто берете Выделяете их все И делаете set И называете это, например, Left Hand А вот эти вот Выделяете и называете Выделяете их все Создаете set И называете Все Готово Теперь, что еще? То же самое, например, с этим Вот тут подул Выделяем их все Потому что, что бы вы ни сделали Это, по сути, самое удобное Это форвард кинематика Те люди, которые Смотрели видео по оверригу Знают, что Всякие ткани лучше анимировать форвардом И с помощью скрипта оверриг Да, и еще немаловажное дополнение Вот этот вот риг Он целиком Рассчитан на то Что Анимировать будут Через Оверриг Метод То есть у него Изначально отсутствует Ряд Таких вот Штук для рига Типа там ИК Форвард Свитч Ту Спайн Какой-нибудь Вот эти дикие каналы Вот эти сумасшедшие Потому что, когда вы используете Оверриг, вам это не нужно Вы можете куда угодно Что угодно пересчитать Подправить любую анимацию Соответственно, раз вы можете Подправить любую анимацию Зачем ее делать в риге Вот эти все штуки Предусматривать Зачем Если вы тем самым Можете сделать простой Элементарный Легкий Воздушный риг Который Работает С 120 фпс Например Давно вы работали Под 60 фпс Например Вот с такой Какого-то Модель Прямо Реалтайм Если даже Там какой-нибудь Как его Чур Да любой риг Возьмите Они там 20 фпс На самых Легких Из них А то вот бывает И там 2 фпса 3, 4, 6 А этот легкий Воздушный Работает прекрасно Опять же Еще немаловажно У него Посмотрите Вот Скелет Нашего персонажа И в нем Нет ничего В этом скелете Он абсолютно Девственно чист И нет Никаких двойных Скелетов То есть Вся Все системы Которые создаются Вот в этом риге Они все существуют Во вне скелета Они ничего В скелет не добавляют Повторяю Это исключительно Сделано для Игровой Для игровых Пайплайн Чтобы Если вам нужно Отэкспортить Вы просто берете Запекаете Все эти кости И экспортите Все Элементарно Просто работает Так Что еще А и вот это вот Все Запекает Эспорт или удалить Так Давайте посмотрим Вот посмотрите Помните я говорил Что я начну С конца Сохранить Помните я говорил Что я начну Все это с конца Так Это tail Да А ну да Это вот это Давайте мы ее All onim Эти тоже Добавим All onim Это партс Мы Видите Удалим с этого Ну тут мимика С ней Можно сделать То же самое А да Еще с точки зрения Видите Тут как-то Мусорно накидано В одном месте Много-много-много Всего И вы Тут можете Что-то Куда-то Вот так Выделять Неудобно Потому что Тут много Костей Короче Выделяете То что вам Не нужно То что вы Хотите спрятать Я например Люблю Чтобы в скелете Были видны Основные кости Как минимум Основные кости То есть Которые отвечают За конфигурацию Скелета Ну мне так удобно Вы просто Берете Support High Selected Joint Так Влокоточек High Selected Joint И вот это тоже Ну и здесь Соответственно Это не влияет Ни на что Это просто Меняет Отображение Это не канал Визиволити Даже Это просто Меняется Отображение На Несуществующее На пустое То есть Они прекрасно Так же существуют Экспортируются В движок И так далее Так Давайте пока Вот это Оставлю А соответственно Я люблю Еще вот так Запястье Спрятать Чтобы они Просто не болтались Тут Так Следующее Вот есть Например Косточка Куда Крепится Оружие В идеале Конечно Хотелось бы Чтобы Она Вот эта Косточка Чтобы мы Вбили в нее И оружие Возвращается В некую Дефолтную Позицию Можно Это сделать Выделяете Ее Выделяете Контрол Руки Идете В Modules Паре Так Рос Групп И Джоин Селик Готово Теперь Вот здесь Ее просто Лучим Скейлы Потому что Скейлы тут не нужны Ну и все Видите Вот мы ее двигаем Вместе с ней двигается Вся эта конструкция Косточка Оружия Вбиваем Ноль Она приходит В дефолтное положение И тогда нам Косточку оружия Не нужно Мы ее Хайдим И соответственно Не забываем Что вот это Вот Control Перекачиваю Волоним Ну чтобы выделено Все Сразу Ключи Поставили Готово Здесь То же самое А здесь Косточки Даже нет Прекрасно Так Ну все Готов И теперь Помните Я говорил Что Я делаю Середина Почему Середина Посмотрите Видите Вот он когда Деформируется Поднимает руки Он как-то Не очень Выглядит Например Мы придали Вот такую Позу Видите Как-то Не очень Как-то Вот здесь Не очень Красиво Какая-то Вот тут Какая-то Вот Тут Как-то Все Как-то Не очень Деформация Вот эту Крути Видите Она тут Схлопывается И так Далее Собственно Собственно Дело в том Что я пропустил Один шаг Настройка Для всяких Твистов Деформации Которые Были Которые Я обычно Делаю Еще на этапе Скинем Давайте Ее Сейчас Сделаем Сейчас Это Тоже Не страшно Открываем Вот тот Самый Рефиксный Файл И Настроим Твисты Под них Как Это Делается Мы Открываем Вкладочку Modules Опять Вот Вот Лучше Видно Выделяем Запястье Сначала Выделяем То Что у нас Что у нас Должно Слушаться Чего у нас Должны Слушаться Твисты Это у нас В данном случае Это кисть Потом Вторым Выделяем Неподвижный То есть Объект Относительно Которого Они будут Высчитывать Свои вращения В данном случае Это предплечье И потом По очереди Выделяем Твисты Но тут Одна Косточка Твиста Поэтому Выделяем Ее И Create Twist From Selected Вот это Усь X Потому что Видите Они По Translate X Вытянуты И нажимаем Create Вот создалась Такая Вот Система Сделаем И побольше Чисто Для визуальности Смотрите Какие Требования Главное Чтобы Вот эти Вот Вначале В конце Своими Красненькими Стрелочками Стрелочками X Смотрели Вдоль Костей Примерно А Усь Синенькими Которые Являются Смотрели Чтобы В одном Направлении Вот Так И Все Это Вместе Должно В данном Случай Быть На Внешней Стороне Предплечья Почему Потому что Противоположная Сторона Это Будет Место Где Вот Этот Твист Будет Перещёлкаться Ладно Не батьтесь Попробуйте Поймете Нажимаем Apply Смотрим Вот Мы Вращаем Видите Давайте Для сравнения Вот Здесь Не настроено Вращаем Ничего Не происходит А Должно Вот Этот Твист Должен Вращаться Вместе С запястьем Ну и степень Вращения Мы можем настроить На этой стрелочке Насколько Он будет Подчиняться В данном В случае Запястья Если Сделаем Единицу Он будет Полностью Вращаться Вместе С запястьем Смотрите Но это Чересчур То есть Вот так Он не Вращается А вот так Он вращается Это Чересчур Единичка Поэтому Где-то Я думаю 07 Надо Идет Да 07 Делаем То же самое Сразу же На этой Вот так Вот видите Ось X Смотрит Вдоль костей Направление Не важно Оно Либо в ту сторону Либо в этом В данном случае Это все Так сделаем Чтобы больше Чтобы вот эти Надо Чтобы эта стрелочка Была Надо этой Чисто для удобства Это смотрит Одну сторону Так Это у нас 07 Apply Все Готово Теперь Какая логика У этих Твистов Смотрите Давайте В 10 Вот мы Выкручиваем Поднимаем Ручку сюда Начинаем Выкручивать Видите Она приобретает Такой Неприятный Такой Перелом Чтобы этого Не было У нас Вот эти Вот Твист На который Прискинена Часть Отключится Она Вращается Вместе С ней Чуть Чуть В свою очередь Твисты Которые Подчиняются Вот этому Плечу Вращаются В обратном Направлении Как-то так И в результате Мы получаем Нормальную Не Уродливую Руку Продолжение Не Загрузите Круция «Женщ нем немodiaGeneGeneGeneGeneGeneGeneGeneGeneGeneGeneGeneGeneGeneGeneGeneGeneGeneGeneGeneGeneGeneEGeneGeneGeneGeneGeneGeneHOG unfair 2 В плече, а якорем выступает ключица Причем ключица, твист Твист, да, я просто, твист-твиста Так, отключу диамет Удлинение по X Кривит Делаем так, больше, чтобы чисто визуально И смотрит в X А вот эта стрелочка должна быть вот здесь Вот так, на 90 градусов Провернули вокруг ACX Локально Все, apply, смотрим Так, ну 0,5, наверное, 0,5 нормально Смотрим Ну да, вполне себе, вот видите Вот уже немножко Выкручивается сюда Наполовину от этого вращения И теперь настраиваем твисты А тут немножко по-другому Тут Протатором выступает ключица А якорем выступает предплечь То есть выделяем ключицу, предплечь И от этого твиста вниз Выделили по очереди Тоже 8X Вперед Делаем побольше И выворачиваем Да, усть X Видите, вдоль суставов А усть Z Смотрит в одну сторону Apply И теперь осталось только Вот он стоит, смотрите Сейчас у вот этой веса единицы То есть она полностью игнорирует Вот этот верхний твист Полностью игнорирует вращение руки Видите? То есть так она двигается вместе с ней А вдоль продольного вращения полностью игнорирует Ну что-то как-то это не очень красиво Соответственно мы берем Ну это наверное где-то 0.7 Да 0.7 0.7 Это соответственно должно быть поменьше Где-то 0.5 А это 0.3 Где-нибудь Ну всегда 0.3 Нет, 0.3 многовато Сейчас давайте глянем 0.3 многовато Допустим 0.4 0.4 Это соответственно 0.6 0.6 Это 0.8 пусть будет Ну какое-то такое плавное распределение Ну да Да Примерно То есть ручку опустили Вот начинает поднимать Вот как оно у нас работает Видите выкручивается вся вот эта вот конструкция Ну нормально Теперь надо настроить соответственно Соседнюю Тут уже я буду Так это 0.5 Так 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 Крит Угу А тут это не разлабо Потому что отзеркально было немножко по-другому Ну соответственно Прежде чем это сделать Нам нужно их настроить в одну сторону Смотрели Вот оси Z, две оси Z смотрят в одном направлении X в долг костей прекрасно И теперь давайте все это вместе провернем О, прекрасно, лайк Так, и соответственно это у нас 08, 04, 08, 06, 04, все понятно 08, 06, 04, отлично, готово, смотрим Тык-тык, тык-тык, это у нас что-то не так сработало А почему он у нас не так сработал, сейчас посмотрим Так-так-так, крит А, ну правильно она же, да, я не подумал, что она, видите, неправильно у них Z в разном направлении Так, давайте вот это туда прокрутим На, извиняюсь Тык-тык-тык, вот так, да Иксы в одном, Z в другом Так, чтобы они симметричненько с этой гули, вот так, apply, готово Ну теперь, смотрим, да, все нормально Угу, хорошо Теперь Сохраняем пока Теперь Нечто подобное Есть и на бедре Что она, для чего она нужна, какая логика Бедро выворачивается в этом направлении Ну, в принципе, тут-то можно было бы потерпеть Но все равно, видите, не очень красивая форма ноги получается при таких Вот эта твистовая кость Должна Поворачиваться В противоположном направлении Чтобы В целом Сохранилась Ну, симметричная форма ноги Так Давайте Сделаем Теперь у нас Ротатором Выступой Это Выделяем Ну, это похожая ситуация, как с С плечом Выделяем Таз Выделяем Ведро Выделяем Твист Это теперь ось Y 3 Смотрим Угу Осью X она смотрит Но только с тем Это Ну, нормально Ось Z направлена в одну сторону Ну, прекрасно Apply Что-то я прям огромную сделал От твист И здесь то же самое Открыли Открыли Тоже огромная Так Ось X в одном направлении Вдоль костей Z в одном направлении Apply Так И Сила у них будет Давайте посмотрим Ну, что-то как-то 0,5 Маловато Или маловато Давайте сделаем 0, 0,7 0,8 Да, 0,8 Ну, вот Вполне Смотреть Но при этом Эта вся конструкция Вместе с ногой Прекрас также поднимается Все Так Это мы вращение настроили Так Мы вот эти Анимации с них удалим Потому что анимации нет Да До Так Ну и Visibility тоже Давайте залучим Тогда уж Давайте всего Залучим Visibility Это я просто выделил по иерархии все кости Так Прекрасно Так Прекрасно Теперь Мы вот эти вот Конструкции Которая у нас появилась Можем сгруппировать И назвать Например Мускле Или Твистс Пусть будет Твистс Какая-нибудь Твистс 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 И Выключить Visibility Все Она нам не нужна Так Прекрасно Теперь Что еще Можем сделать Вот этот локоток Чтобы он Вот так двигался Но для данной модели Не важно Ну все Все готово Смотрите Поза осталась неизменная Все твисты настроены Теперь давайте посмотрим Как это будет работать на нашем Готовом уже риге Открываем Lord Rig Мы это сохраним Вот Пожалуйста Смотрим Крутим Наши запястья Видите Это все начинает крутиться Крутим локоть Крутим локоть Видите Все прекрасно работает Все вот эти вот Скрытые кости Которые мы делали Твисты Они все подхватились И продолжают работать Так я не понял Почему у нас Почему она у нас Не При Да Ну, все Все работает Это почему-то Она там Видимо Показывает Что-то удалила Немножко не то Ну вот Все Все заработало Это что такое Пахает тоже Все И вот эти все Давайте попробовать Потому что они нам не нужны. Тресты тоже попрячем. На ногах. Я бы еще вот это вот спрятал бы, если честно. Потому что тут очень мусор на голове. Все, оставил только то, что участвует, например, мимика. Но мимика это отдельная тема. Мимику тут есть возможность поднастраивать, но нет вот этих вот полномасштабных мимик, как чуть ли не MetaHuman делают в некоторых грибах. Но все равно очень гриб получается у них. Так, ну все. Анимируем. Готово. Как это анимировать? Очень много вопросов возникает. Вопрос, как анимировать при этой системе. Давайте я немножко поясню. Смотрите, когда бы анимировать любое движение. Например, вот у вас было вот такое положение. И вы хотите сделать позу, когда рука по швам. Так вот, ее надо делать не вот так, как это любят анимировать. Потому что смотрите, как работает интерполяция. Криво. Анимируем. Надо делать вот так. Да, что ты будешь делать? За вот этот плечевой локатор вы опускаете руку. Смотрите, как это выглядит сразу интерполяция. При этом у вас остается возможность вот это да, анимировать так, как вам надо. Хотите, так вот. Быстро в голову поставить. То есть сохраняется и возможность анимировать инверсной кинематики, и добавляются возможности форварда кинематики. То есть, условно говоря, правило. Основное движение вы сначала делаете вот этим. А вот этим, кистевым, лучше анимировать где-то вот в таком вот, в таком диапазоне. И тогда у вас просто анимации сразу будут гладкими и удобными. И опять-таки, вы захотите что-то поменять. Вот там взяли, поменяли ему вот этот вот ракурс. И при этом движение осталось все то же самое. Потому что оно не зависит от груди по наклону. Соответственно, что еще удобного? Вся анимация идет за вот этот вот. За один локатор на тазу. Вам не нужно управлять перекосом спины, кроме случаев, когда вы действительно хотите его изменить. То есть, вы его поменяли вот так, то все остальное у вас будет... То есть, вы меняете не перекос спины, вы меняете просто форму спины и продолжаете анимировать как ни в чем не бывало. То есть, а в основном это не нужно. В основном у вас перекос спины, форма спины примерно одна и та же. Всегда. В мультяшках анимации, в игровых анимациях. Ну и соответственно, да. Собственно, все анимации, которые вы видели у меня на канале. Вообще абсолютно все. Собаки, люди, лошади, быки, коровы, птицы. Все-все-все сделаны на вот этой вот системе. Это самое удобное из всех систем, которые я пробовал. Все, как-то так. И тут еще очень-очень-очень много всяких штук, которые позволяют делать самые разные. Я тут еще многое не рассказал. Тоже самое. Трайвинг. Из анимации получать. Делать какие-то настройки. Собачьи, рейки, лошадиные и так далее. Да, и еще тут есть специальный раздел по созданию звериных ног. То есть собачий, лошадиный и так далее. Паучий в том числе. Все. На этом все. На этом все.